Добрый день! Сегодня мы для вас записываем последнюю лекцию из нашего цикла «Прокофьев. Музейный и музейный». Что не может не радовать, мы наконец подошли к финалу, к коде, с одной стороны. С другой стороны, лекция называется «Домысливая образ. То, что не сохранилось». И понятно, что эта тема и по отношению к Прокофьеву, и вообще среди музейных тем, она скорее грустная. Ведь нет такого, чтобы от великой личности сохранилось совершенно все. И это не потому, что у нас так плохо, а вот у них там на Западе, в частности в Германии, так хорошо. И это не потому, что он там много ездил, а кто-то сидел на месте. Например, были такие композиторы, как Брукнер, который вот сидел он. Понимаете? То есть нет, это ни от чего не зависит. Просто для того, чтобы сохранилось все, все должно быть всегда. А вещи, они, у них бытование отдельное от нашего понимания. Они заваливаются, закатываются, теряются при переездах. Сам хозяин не считает их выдающимися, а мы, когда он уже умер, считаем, не сказать про живых опокойников, мы бережем, как писал поэт. Поэтому это в принципе тема, конечно, довольно грустная, то, что не сохранилось. Но она в музейном бытовании, она совершенно типичная. Относится к числу классических тем. С одной стороны, но с другой стороны, если мы подойдем сугубо такого специфического, профессионального понимания, вот с этой стороны, то ясно, что это же и перспективы развития науки. Вот это имманентное качество музейного обытования вещей и вообще коллекций и предметов мемориальных, оно ведет к тому, что наука развивается дальше, потому что оно стимулирует научный поиск. Никогда в жизни бы я не задумывалась над тем, сколько есть изображений Прокофьева. А теперь я знаю, сколько есть изображений, и при этом я еще очень хорошо знаю, что большинство карикатур, которых огромное количество, они не то, что не атрибутирны, они даже не подсчитаны. Я уж молчу про число их авторов, когда один мог написать не одну карикатуру. Кто бы вообще про это знал, кто бы этим занимался. Так и с этими вещами. Значит, конечно, специалисту из того, что не сохранилось, ближе всего то, что не сохранилось в сугубо музыкальной сфере. И такие рукописи, и такие источники есть, и у Прокофьева они есть тоже, естественно. Значит, про Сокольский марш я вам только что рассказывала в прошедшей лекции. Действительно, он не сохранился, но тут просто стечение обстоятельств. Первая мировая война. То есть это то, что надо поискать, конечно. И, конечно, ищут. И кажется, когда раскрываешь там список сочинений Прокофьева, кажется, ну как что-то могло пропасть? Ну как же? Это же мало того, что это 20 век, так это еще композитор, который очень быстро стал знаменитым, который очень тщательно оберег свой архив. И сам его главный оберег. Потому что есть композиторы, которые не берегли. Ну, с ними можно понять. Они там оставляли свои письма, не делали копии, даже когда это было принято. Этот все делал правильно с точки зрения самого строгого архивиста. Но нет. Естественно, не сохранилось многое. Слава богу, в музыкальных рукописях буквально несколько, вот я назову, ну, как бы это сочинения первого ряда, они просто очень известные. Значит, вот этот марш, о котором он сам оставил воспоминания, и это уже делает, значит, эту историю, ну, такой полноправной историей из биографии Прокофьева. Да, значит, надо искать. Теперь, первая редакция второго концерта. Ну, это просто такая легендарная история. Я уже про нее мельком упоминала, когда я рассказывала про адресатов Прокофьева, про Элеонору Дамскую, которая занималась здесь, в Петрограде, в Петербурге. Она занималась спасением вещей из его бывшей квартиры на первой роте. Да, вот там была история про этот концерт, которого первая редакция пропала безвозвратно. Но это ведь тот самый опус, по поводу которого написана известная рецензия. Ну, это, наверное, самая ругательная рецензия в творчестве Прокофьева, хотя в молодости ему доставалось, да. Он же был композитор-футурист, он был композитор принятым Маяковским, положительно, восторженно приняты поэтами-футуристами. Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича. Естественно, поэтому, значит, традиционная критика ему не очень его любила. Поэтому, естественно, что Прокофьев, который с детства, с юности собирал все свои рецензии, он на видное место, в общем, в этой тетрадке, она сохранилась на видное место, вклеил рецензию Санкт-Петербургской газеты на, значит, премьеру второго концерта 23 августа, 13-го года в Павловске. Естественно, за роялем автор. На эстраде появляется юнец с лицом учащегося из Петершули. Это Эс Прокофьев. Садится за рояль и начинает не то вытирать клавиши, не то пробовать, какие из них звучат повыше или пониже. При этом острый сухой удар. В публике недоумение. Некоторые возмущаются. Встает пара и бежит к выходу. Да от такой музыки с ума сойдешь. Места пустеют. Немилосердно диссонирующим сочетанием медных инструментов молодой артист заключает свой концерт. Скандал в публике форменный. Шикает большинство. Всюду слышны восклицания. К черту всю музыку этих футуристов. Мы желаем получить удовольствие. Такую музыку нам кошки могут показывать дома. Группа критиков-прогрессистов в восторге. Это гениально. Какая свежесть. Какой темперамент и самобытность. Естественно, что очень жалко, что пропало сочинение, на которое написан такой отклик. Это именно после этого концерта в Павловске. Вообще Прокофьев к этому времени, 13-й год, он начал давать публичное выступление с декабря 1908-го. И дебютировал он на вечере Общества современной музыки. То есть это, ну как бы, публика знала, кто придет, как будет играть, с каким сочинением. То есть история вот этого дебюта со вторым концертом, это неоднозначная история. Почему вышла вообще вот такая рецензия? И тем обиднее, я думаю, что этот концерт, вот эту первую редакцию, мы не найдем никогда. Потому что вот эти люди, которые занимали квартиру Прокофьева, когда здесь был разброд и шатание, вот эти вот деревенские жители, которые побежали в города и самовольно занимали квартиры, или с ордером, который был там годен, два месяца, вот они все это дело погрузили на телегу, и, скорее всего, первой редакцией этого легендарного сочинения кто-то растопил печечку. Так что вот здесь я не думаю, что это, конечно, не марш для гимнастического общества, который, скорее всего, остался в Питере, вот он остался просто в городе. И это, в общем, настраивает на определенные какие-то положительные пожелания. Концерт – нет. И, как известно, Прокофьев потом написал вторую редакцию, уже за границей, и так переживал, так расстраивался до одной ноты моей рукописи дороже всяческих роялей, что, в общем, его можно понять. Это сочинение с такой историей, что хотелось бы иметь первоисточник. Теперь балет «Трапеция». 25-й год. И это уже, причем, за граница, и это Германия. Я думаю, место, где его надо искать, это Германия. И был такой хореограф Борис Романов. Значит, он планировался в 14-м году Диагилевым как постановщик в скифской фьюте, в смысле балета «Алой Лолей». Но поскольку там не срослось, и дальше история покатилась, как она покатилась, и дальше были уже у Прокофьева другие балетмейстеры, там, Лорион, были разные. И художники. Значит, а Борис Романов возник в 25-м году как заказчик балета «Трапеция». У него была своя труппа, и ему нужно было такое представление, небольшой камерный балет, ну, типа балет о балете, чтобы он был поставлен с расчетом именно на физические возможности и амплуа вот этих танцоров, его труппы. Прокофьев писал этот балет, поскольку заказ был такой, ну, не для большого какого-то концерна, там, не для Диагилевской антрепризы, тем более, там, не для Гранда Пера, как он написал на Днепре, да. Он, в общем, рассчитывал, что, скорее всего, этот балет не получит тотальную известность, и поэтому он сразу, одновременно работая над балетом, работал над сочинением, которое можно назвать его парафразой, это квинтет знаменитый его. Значит, соответственно, вся музыка балета вошла в квинтет, и еще два номера, там, Увертюра и Матлот, он как бы отдельно, он тоже написал, потом Романов требовал доделок, и вот, значит, это отдельные номера, которые тоже вошли в другой опус. Соответственно, как бы музыка у нас есть, но партитуры балета у нас нет. Значит, трупы Бориса Романова далеко не процветающие, опубликована переписка, можете почитать, опубликована в разных изданиях. Последняя публикация, это Наталья Павловна опубликовала, Савкина, вот, недавно, в журнале «Музыкальная академия». Вот, значит, трупы далеко не процветающие, и они, значит, поехали в гастроль, и, значит, выехали из Франции, и все дальше, и дальше, выехали из Франции, потом Германии, и все дальше, и дальше забирались в провинцию. Значит, сейчас уже установлено по прессе, что премьера трапеции состоялась в городе Гота 6 ноября 1925 года. Значит, сохранился оригинальный сценарий, авторский сценарий Прокофьевский от июня 1924 года, который, в общем, проливает некоторый свет на то, о чем был этот балет. Один. Балерина. Тема и вариации. Два. Танец грубиянов с балериной. Пятая вариация. Значит, там, соответственно, была тема. И четыре. Все кончается группой. Обнимаются. Три. Выскакивают прыгуны. Пугают китайцев своей интенсивностью. Обнимают балерину. Четыре. Вызов на дуэль. Хореографическая перекличка. Бой на хлопушке. Тянут взрыв. То есть одна группа, видимо, держит хлопушку, а вторая тянет вот эту вот штуку, которая должна сделать взрыв. Пять. Оплакивают мертвую балерину. Бедная балерина умерла от взрыва хлопушки. Вот о чем этот балет. Балет о балете. И такое 25-й год. Вполне себе такое постмодернистское сочинение, которое бы Сергей Павлович, я думаю, Дягилев тоже одобрил. Значит, и вот эту прекрасную вещицу они повезли. И вот она где-то канула. И партитуру конкретно балета до сих пор мы не имеем. Но тут, конечно, можно ее поискать. Во-первых, музыка вся известная. Мы не можем, если увидишь, то уже поймешь, что это он. Вот. Значит, пробовали восстанавливать его. На фестивале, посвященном Прокофьеву, забыла в каком городе, ну, где-то в Англии, то ли в Эдинбурге. В общем, где-то в 2003 году был, как обычно, юбилейный фестиваль. И вот там, ну, что они сделали? Они переложили для двух роялей все, что было, значит, написано для квинтета, добавили увертюру и матлот. Но до сих пор вопрос, какая музыка была в финале балета, он остается открытым, да? То есть мы имеем некоторые представления об его музыке, очень эксцентричной, о последовании его номеров, тоже довольно эксцентричным, исходя вот из этого сценария, да? О том, что это жанр, так называемый, очень старинный жанр камерного балета, о балете, больше ничего мы не знаем. Можно еще поговорить и долго говорить, и примерно год говорить о первых редакциях большинства сценических сочинений Прокофьева. Но эта тема, я уже много раз говорила о том, что эта тема вполне традиционная. Ни одно сочинение в том виде, ни одно сценическое сочинение в том виде, в каком написал его композитор, до сцены не доходит. Поэтому первые редакции есть у всего. Другой вопрос, стоит их публиковать, насколько на этом настаивал бы автор, стоит ли их пускать в широкий обиход, потому что есть такие авторы, которые не хотели видеть первые редакции своих сочинений. И, в общем, это совершенно нормально. Что касается Прокофьева, он бы хотел, то есть тут абсолютно, это 100%. Он бы хотел побольше Прокофьева везде и всюду, чтобы музыка звучала из всех углов, а поскольку соседние сочинения не похожи друг на друга, то и репризы за чужой счет, как он выражался, их не будет. То есть публика никогда не будет скучать. Поэтому вот тут, конечно, вот эта деятельность по изданию первых редакций, ранних редакций, она совершенно оправдана, и она была бы одобрена композитором. Ну, перечислять нет смысла, потому что это все, вот буквально все. То есть вот первую редакцию «Войны и мира» уже, наверное, лет 15 за границей готовят, но там настолько запутанная история, я немножко про это рассказывала, скоро вот выйдет статья, что просто, ну, какая из них первая, и как она в инструментовке, трудно отделить ее от второй, вот не по номерам, а именно потому, что играл оркестр. Поэтому издание академической редакции, в общем, дело небыстрое. Вот, а все остальное, да, все остальное не издано. Значит, вторую часть своего выступления я заглавила «Вещи и вещицы, предметы обихода, обстановки, технические приспособления». О технических приспособлениях на предыдущей лекции было говорено безумное количество раз, поэтому я особо тут не буду акцентировать, скажу только, что многие вещи, я была с удивлением, я была очень удивлена тому, что вот такие интересные публики, вещи, они не стоят в основной экспозиции. То есть я их заказывала по списку, общемузейному списку Российского национального музея музыки, по каталогу внутреннему, и думала, что все они находятся в Прокофьевском музее. Но нет, не все. Поэтому я их заказала отдельно. И сейчас немножко про это поговорю с надеждой, что поскольку здесь экспозиция сразу задумалась как мобильная, то есть один корпус мы показываем там сколько-то, там два, не знаю, три года, потом его меняем, везем в основное хранилище, показываем другой корпус. Так вот вот эти все вещи, то, что сохранилось, но пока недоступно широкой публике, я, значит, заказала сюда. Вот это, например, рулетка. И вполне себе не и грецкая рулетка, а обычная рулетка для дома, для семьи. Как мы знаем, Прокофьев Сергей Сергеевич переезжал очень много. И хотя, конечно, в основном переездами, упаковкой вещей, занималась его жена, занимались его секретари, занимались даже гувернантки, там воспитательницы его детей, няни. Тем не менее, вот я бы в жизни, если бы я не знала, что это рулетка, я бы в жизни не подумала, что это она, это такая довольно тяжелая вещь. И корпус у нее, и тут вот металлические такие вставки. В общем, это такая чудом сохранившаяся штука. Вот. Красивая очень. Сейчас посмотрим. Да. Импортного производства. Вот такая вот. Например, сохранилась трость. Вообще, трости – это отдельная совершенно песня в Прокофьевведении, в числе музейных экземпляров. Значит, вот эта трость с ручкой формы собачки, и это трость Сергея Сергеевича. В свое время, когда он был маленький, он отцу своему хотел подарить трость. Ну, это тогда было модно. И он, кстати, вот эту вот приверженность этой моде, ходить с тросточкой, он сохранил на протяжении всей жизни. Ну, и тут еще такая грустная история, что он уже в конце жизни… Значит, когда он был молод, у него была такая болезнь, когда ноготь в пальцы растает. По норицей, по-моему, это называется. И он периодически, она обостряется там весной и осенью, он периодически сам ходил прихрамывая. Так что для него трость, в общем, была актуальной темой. Ну, а в старости, уже после двух, там, с половиной инсультов, это просто было необходимостью. Вот. Так вот он отцу, когда ему было там, я не помню сколько, 13 или 14 лет, он хотел подарить ему трость. И мать сказала, смотри, не выбирай вот эти модные, изящные вещицы, а подари ему тяжелую трость, как следует, чтобы рукоятка там была, чтобы было за что взяться, потому что он по, значит, по землям вот этого имения, солнцевого, он проходит многие километры. И вот Прокофьев уже тогда, он пишет ее слова, не остались без внимания, я подарила ему очень фундаментальную трость. Вот это, конечно, скорее вещица, да, она очень хорошо выглядит, красивая такая, уникальная вещица. Я надеюсь, что, когда будет перемена экспозиции, вы ее увидите. А сейчас мы ее, прямо в музее, а сейчас мы ее уберем подальше, потому что я страшно боюсь, что у меня что-нибудь упадет. Вот, например, коробочка тоже, она не стояла в экспозиции, она стояла в основном хранилище. Коробочка для воротничков, и тут есть воротничок. То есть это такая штука, раньше было много таких приспособлений, примерно такая же штука, как шляпница, для того, чтобы подкладывался под воротник, для того, чтобы воротник был устойчивым, жестким, чтобы он стоял. Конечно, для всяких сценических костюмов это совершенно незаменимая вещь. Вот такую шляпу еще заказали, про шляпу я темпераментно, посмотрите, какая прелесть, тут кожаная подкладка. Вообще обалдеть. Шляпа напоминает мексиканскую, но, скорее всего, не мексиканская, а все-таки просто испанская с вот этой мягкими полями. Вот эта шляпа. Значит, это то, что сохранилось, но я надеюсь, и специально про это говорю, я надеюсь, что вы это все увидите. Вот, потому что, ну, экспозиция когда-нибудь поменяется. Значит, пальто специально заказали, пальто, это, видимо, уже поздний период. Значит, пальто с зимней, с подстежкой, с мехом, коричневого цвета, в котором Сергей Сергеевич вот ходил, значит, в холодные времена года. Про то, что не было тогда капюшонов, не было такой моды, я вам уже рассказывала. Значит, у него были шапки и шляпы, и для того, чтобы уберегаться от мороза, и когда он был молодой, и когда он был уже пожилого возраста, у него было единственное средство, это толстый шарф и вот этот вот воротник такой. Значит, воротник, как правило, из натурального меха. Вот это все, я надеюсь, что когда-нибудь войдет, значит, в основную экспозицию, и вы сможете на это посмотреть вблизи. Потому что нет лучшей иллюстрации всех этих тезисов о том, что он всегда одевался со вкусом, и он одевался ярко, и он был щеголь. Ну и, значит, во что это превратилось в старости? Нет, конечно, лучшей иллюстрации, чем своими глазами посмотреть на экспонаты. Вот. Значит, это то, что сохранилось, но пока далеко от широкой публики. Значит, то, что не сохранилось. На первое место, конечно, надо поставить рояль фабрики Шрёдера, который Прокофьев получил в апреле 1914 года в качестве премии Антона Григорьевича Рубинштейна за успешно сданный экзамен, диплом пианиста. Про это столько уже написано, и вообще премия Рубинштейна, она стала известна, он её учредил то ли в 90-м, то ли в 91-м году. То есть Антон Григорьевич ещё был жив. И он после своих, значит, американских гастролей и очень успешных исторических концертов в Европе он получил энную сумму в качестве гонорара. Ну и поскольку у него, в принципе, все его траты такие большие, они были связаны только с двумя вещами. С его детищем консерваторией, и с его семьёй. То есть он покупал недвижимость. Вот он в Петергофе купил себе вот этот большой дом, который был там. Ну и сейчас, по-моему, уже всё снесён, не сохранился. И вот это Рубинштейнская премия. То есть ей к тому моменту, когда Прокофьев вступил в, так сказать, в состязание, ей было уже 24 года. А известна она, в основном, конечно, благодаря Сергею Сергеевичу. А почему? Да потому что не все писали об этом в дневнике. И это вообще такая очень красивая, харизматичная история. Значит, он сыграл экзамен на премию. Его основная конкурентка была такая пианистка Голубовская. Они дружили. Значит, поигравши, пока там комиссия, значит, обсуждала, кому дать рояль, кому не дать, они пошли, сели в пустую аудиторию, играли в шахматы. То есть они ещё в шахматы сражались. Вот. Но не доиграли, потому что их побежали звать и, значит, объявили, что Прокофьев выиграл этот рояль. Так вот, этот рояль очень интересно. Во-первых, долго не мог получить. У него был другой рояль, он его тоже поставил, чтобы его, значит, продать Ратке. Долго не продавался. И только 11 сентября, в 14-м году, то есть это вот уже прошло, считай, полгода с этого экзамена, отправился к Шрёдеру за премированным роялем. Я очень забавлялся сам собой, когда входил в магазин. Мне представлялась такая картина. К начальнику магазина подходит служитель и говорит, барин, там лауреат за роялем пришёл, в передний стоит. Ах, чёрт бы его подрал, каждый день шляются. Ну, выдайте ему похуже, пусть убирается. На самом же деле вышло так. Меня принял управляющий, поболтали о том осёвом. Я и предложил на выбор три рояля, очень неплохих, хотя на первый взгляд ужасно маленьких. Впрочем, цена каждого одна тысяча пятьдесят рублей, очень порядочная. Если мне эти рояли не понравятся, то через неделю с фабрики будет другая партия. Я поиграл, поблагодарил и ушёл, обещая зайти с товарищем. Отправился к другому Шрёдеру, однофамильцу, настройщику и комиссионеру, взявшему на продажу мой старый Радки. Обратите внимание, что это уже сентябрь, значит, война уже идёт. При этом, значит, Шмидт, который был, значит, в типографии, типограф, он издатель, его выслали, а Шрёдеры прекрасно жили, пока они не уехали сами. То есть вот всё как обычно. Но тут жалуются на безделие из-за войны. «Рояль мой стоит скромный, в углу не проданный, я сижу без денег, в приятной надежде, что если рояль продадут, то получу 600 рублей». И он ходил, значит, к этому Шрёдеру, я представляю его настойчивость, капал на мозг вот этому управляющему. Сначала он взял своего друга и тоже пианиста-одноклассника вот этого самого Захарова Бориса, с которым он занимался в обществе «Сокол». Потом, значит, вот этого штембера. Все они посмотрели, выбрали рояль, значит, привезут, во вторник будет, а через неделю сделают серебряную дощечку, свидетельствующую о премии. Меня ужасно радует эта дощечка. Должна сказать, что эта дощечка – это единственное, что осталось от этого рояля. Потому что совершенно, причем абсолютно его этапы, его судьбы, все-таки рояль – это не шляпа. Он большой, его спрятать очень сложно. То есть позаняться этим надо бы. Значит, после этого рояль у него стоял в этой его квартире на первой роте. После этого он уехал, значит, сбежал. В 18-м году мать его в тот момент, когда он уезжал на Транссибирском экспрессе, она находилась на юге, в Кисловодске. Квартира была просто заперта. Туда после революции, значит, поселили, когда всех там раскулачивали, поселили вот этих деревенских жильцов. Но роялям они не потопили печку, за что им большое спасибо. И, значит, Домская добилась через правительство, чтобы открыли эту квартиру, и рояль вынесли и поставили в Петербургскую консерваторию. И когда Прокофьев в 1927 году приезжал, он видел этот рояль в классе Бориса Владимировича Асофея, где тот, значит, преподавал. Соответственно, он в 1927 году еще был. И он, значит, успокоился. И рояль, и табличка были на месте. И вот после этого, спустя какое-то время, ну, сам Прокофьев не пишет, значит, рояль не муха, стоит в консерватории, все нормально. Сейчас его там нет. Короче говоря, я специально роялем не занималась. Вот. Но есть люди, которые, конечно, хотят, значит, выяснить. Я думаю, что его когда-нибудь найдут. Если уж его не сожгли в Буржуке в 18-19 году, и когда тут было в 21-м, когда тут был этот ужас весь, в 23-м его уже обнаружили и вывезли, то я думаю, что он найдется. Вот. Сам Прокофьев достаточно написал о том, в своих дневниках, автобиографиях, тоже не одно, и в письмах, в документах, о тех вещах, которые к настоящему времени, к сожалению, превратились в утраты. Ну, во-первых, контрольные шахматные часы. Часы я вам показывала на прошлой лекции, часов бешеное количество. Я думаю, что наверняка их, ну, как бы больше, просто почти все они стоят в основной экспозиции, значит, их можно увидеть. Вот. Вообще история посещения Прокофьева в Санкт-Петербургского шахматного собрания, это отдельная история. Именно там ему впервые предложили матч, матч с часами. Вот. Он туда попал, значит, мать была в отъезде, она была против, конечно, чтобы Сереженька пошел в какой-то клуб, и когда она узнала от тети, что таки Сереженька пошел в какой-то клуб в 1907 году, она так и села и сказала, ну, конечно, клуб, это где собираются мужчины, курят всякие вонючие сигары, плохо отзываются о женщинах, пьют и вообще обжираются и безобразничают. То есть вот такое у нее впечатление было, нет, ты в клуб не пойдешь. Ну, поскольку ему все-таки уже было 16 лет, до с половиной, ну, она разрешила изредка ходить ему в клуб. И вот в ноябре это было его второе посещение, второе посещение Санкт-Петербургского шахматного собрания. Его пригласили в настоящий турнир. Я летел домой, как на крыльях, в настоящий турнир, в турнир с часами. Часы – это специальное изобретение для серьезных шахматных состязаний. Иначе шахматисты склонны думать без конца, если не ограничить им время. На 30 ходов дается каждому по два часа. Через 4 часа контроль. И не дай бог просрочить время. Партия тогда считается проигранной. Играть с такими часами было моей мечтой. Хотя, надо признаться, я не слишком быстро соображал в сложных положениях и боялся, как бы в самом деле, не просрочить время не в запутанной партии. И уже 23 ноября, это начало ноября, уже 23 ноября надо же тренироваться дома, раз тебя позвали. Хочу купить контрольные часы. Дальше большая лакуна. Наверняка у такого мальчика Бурчука часы, конечно, были куплены, одни не сохранились. И дальше лето 22 года Эталь, когда они соревновались с Борисом Николаевичем Верином, который Башкиров, помимо всего прочего, там были, значит, помимо тенниса, покера, значит, плаванья, учения плаванью, там были еще шахматные матчи. Шахматные матчи за Топиштон все кончились, но у моей подавляющей победы. Матчи игрались в июле-августе до 100 партий. Я выиграл 100, Борис Николаевич 34. Так как происходили бурные ссоры из-за обоюдных обвинений в долгом думанье, то были выписаны контрольные часы, а мною придумано превосходное правило. Тот, кто думает больше другого на 5 минут, проигрывает партию. Вернее, его противнику просчитывается очко, а эта партия продолжается. Это правило тем хорошо, что не определяет скорости игры, но если один начинает играть скорее, то он тянет за собой и другого. В результате, что это такое для нормального человека? Истерика. Не успеем, не успеем. Вот это ритм, в котором нам предлагает жить Сергей Сергеевич Прокофьев. Не только в музыке, а в жизни тоже. Значит, контрольные часы это уже два. То есть два экземпляра контрольных часов утрачено. Теперь фотографические аппараты. Я помню, когда я была маленькая, начинала только этим заниматься, была студентка, училась на четвертом курсе. Вот почему-то больше всего мне хотелось, вот лично, мне хотелось найти вовсе не партитуру первой редакции Ромой Джульетты, а хотелось мне найти фотографические аппараты, фотоаппараты, которыми фотографировал Прокофьев. Потому что, ну, просто это, это не просто увлечение, это автобиография уже была, издания были, были издания, переиздания, он сам там об этом писал. И вот мне хотелось, чтобы они где-то были, чтобы они где-то сохранились. Вот это первый мой интерес, это фотоаппараты. Значит, автобиография лета 1905 года. Из Петербурга, 14 лет ему, с половиной, из Петербурга приехала тетя Таня и привезла на этот раз настоящий фотографический аппарат. Правда, он был маленький, четыре с половиной на шесть, но все-таки заряжался шестью пластинками и снимал моментально и с выдержкой. А самое интересное, это были аксессуары для проявления печатания. По вечерам мы с тетей Таней запирались в мою комнату, где окна и двери были тщательно завешены и при тусклом свете красного фонаря с напряжением следили, как на бледно-розовых пластинках, опущенных в проявитель, постепенно появлялось негативное изображение. Может, можно сказать, можно только пожалеть современных фотографов, у которых все это цифра. Вы не представляете, какое это чудо, когда оно проявляется. В первый же вечер произошла драма. На всех сделанных мною шести снимках папы, мамы, тети Тани, стене Сережи и собака Шанго объекты оказались без головы. Когда мы выползли из нашей темной комнаты, хохот был грандиозный и всеобщий, а я едва не ревел от обиды и досады. Но все это познавалось опытом. Наконец, весна 1906 он получает, значит, успешно сдал сессию, получает настоящий аппарат 9 на 12. И когда они едут, значит, из Питера в Солнцевку, набил целых два ящика, куда полтора, фотографическими принадлежностями. Любительская фотография, когда сам занимаешься проявлением негативов, печатанием позитивов, создает множество соблазнов в отношении покупок, всяких приспособлений и усовершенствований. Я тратила на них все мои карманные деньги и кроме двух ящиков фотографическое имущество потекло еще в большую корзину матери. Дальше не буду цитировать. Дневник лежит в сети, можно прочитать про фотоаппараты, которыми они разные, фотоаппарат Цейса, которыми они всегда были вооружены с женой. Он же много ездил, он гастролировал, он снимал, которые они привезли в Россию и здесь тоже он фотографировал. И есть фотографии преимущественно в зарубежном фонде Сергея Сергеевича, ну и у нас тоже сохранились, которые он сделал своей собственной рукой. Вот про все это можно прочесть. Не расставали с фотоаппаратами, то есть это было прямо такое увлечение всей его жизни. Вот. Значит, дальше. Киноаппарат. Много раз про него писал. Естественно, как только деньги появились, Прокофьев, не чуждый всяких кинеграфических чудес, посещавший Голливуд специально на предмет того, как это делается, ходивший в кино, их первое, первый этап общения с Линой Ивановной, так называемый конфетно-букетный период, некуда было пойти, потому что к ней он не мог пойти. Там ее мама, которая блюла нравственность, она к нему не могла пойти, потому что она не может пойти к молодому человеку одна без сопровождения. Значит, все это времяпровождение в основном синема, кино. Естественно, как только появились деньги, купил киноаппарат, который снимал домашнюю фильму. И вот 1 сентября 30-го приехали Мейрхольды в гости к Прокофьеву, которые, значит, еще не выехали из своего имения у моря. Вот, значит, все равно Мейрхольд и его жена Зинаида Райха. Вот они, значит, развлекаются. Мы купили маленький киноаппарат, решаем сегодня произвести первую съемку. Зинаида Николаевна придумала сюжет у пташки, у жены Прокофьева, похищает ребенка разбойник Мейрхольд и прячет в подземелье. Для этого в саду нашелся живописный спуск в колодец. Начинается погоня, но тут пташка вдруг просыпается, и все это было только сон. Ставили мы фильм целый день, страшно увлекались, волновались, спорили. Когда в заключении детей купали, Мейрхольд привязывал веревку к ветке и колебал ее на первом плане перед самым аппаратом для того, чтобы было поэтично, как будто вечер. Значит, алгоритм такой, они это снимали, были специальные такие коробочки для пленки. Они, значит, так как мы сдавали в свое время фотопленку в проявку, только мы из фотоаппаратов, они вот получить проявленный фильм. 4 сентября они, значит, его получили, мастер проявил, получив взглянули, картинки вышли ясные, хотя нас пугали, что первый блин всегда кому. С нетерпением вернулись в НАЗу, но тут выяснилось, что Зинаида Николаевна Райх, несмотря на уговоры пташки, уже попробовала пускать аппарат, который она видела в Москве. Когда же пустила, то затрещали искры и все остановилось. Я бросился к аппарату и тут выяснилось, что он рассчитан на парижский вольтаж, а в НАЗе вдвое сильнее и надо пускать с трансформатором, а так все к чертовой матери перегорело. Когда я с отчаянием возился над аппаратом, Зинка приоткрыла дверь и спросила, можно? Я ответил, нет уж, нельзя. Она обиделась, ушла наверх и не спустилась к обеду. А я сердито выговаривал Мейерхольду, что нельзя хвататься за незнакомой аппаратой, а то теперь ничего не вертится и нельзя увидеть фильм. Пташка говорит, что Зинаида Николаевна наверху ревела и ругала меня. Когда дети сломают игрушку, то они тоже ревут с досадой. Впрочем, я был не умнее и дулся, сидя внизу. После их отъезда осадок. Ну, они его починили и дальше неоднократно снимали то, что он называет снима, кино, домашние фильмы. Значит, быстро они поняли, что главная трудность в том, что один обязательно должен крутить. Значит, соответственно, если персонажей три, то они должны меняться. Этого сняли, значит, он покрутил потом того второго. Вот. Значит, 18 сентября путешествовали по Франции на автомобиле с композитором Николаем и музыковедом Николаем Набоковым и выдумали. Пташка задумчиво сидит у обрыва, прогуливается Набоков, начинает к ней приставать, пташка вырывается, бежит мне жаловаться, я беру палку, направляюсь к Набокову, поднимаю руку, но это, оказывается, мой добрый приятель садится рядом, мы начинаем хлопать друг друга по коленке и обниматься. Пока мы разыгрывали, они жили в отеле, значит, это все разыгрывалось во дворе отеля. Пока мы разыгрывали, в окнах гостиницы появились в физиономии, с любопытством следившие за нами, принимая нас за настоящий синема. Значит, соответственно, я думаю, был такой аппарат у них не один, тем более, они действительно быстро ломались, и Зинаида Николаевна тут ни при чем. Вот это все пропало, значит, пропало, и, видимо, я думаю, с концами, потому что никаких архивных упоминаний нет. Может быть, где-нибудь в семейном архиве это действительно такое сокровище. Значит, тритон – это мой объект, прям вот этот, который надувался, костюм. Это прям объект моего пристрастного интереса. Это он тоже со студенческих лет тоже не сохранился. Дальше. Купальные костюмы. Не только же был тритон, он был резиновый, его надували, а были обычные купальные костюмы. Как они выглядели? Что надевал Прокофьев, когда он входил в воду, когда он уже научился плавать? Как выглядели его домашние одежды? Не всегда же он, проснувшись где-нибудь в Назе, где-нибудь в Британии, на берегу океана, не всегда же он сразу одевал белый костюм с рубашкой и галстуком, в котором они потом с Леной Ивановной фотографировались с детьми. Что составляло его домашний гардероб? Все это не сохранилось. Покажу вам, на мой взгляд, уникальную фотографию. Естественно, она сохранилась, я думаю, не благодаря Сергею Сергеевичу, а благодаря Лене Ивановне. Это Лена Ивановна с маленьким Святославом на побережье. Чем уникально на ней домашнее платье, на нем детский купальный костюм. В сентябре 1931 года Лена Ивановна писала Петру Петровичу Сувчинскому, другу Прокофьеву, коллеге Прокофьеву, очень известному такому деятелю, музыкально-общественному, культурному, значит, писала, что Святослав на отдыхе получил приз «Самый красивый ребенок пляжа» в купальном костюме. Святослав в детстве, это вообще дети Прокофьева, в такую маму, в такую папу, блондины с яркими, светлыми глазами, они были абсолютно очаровательны. Вот фотография, я думаю, может быть, они потому и сфотографировали, что ему приздали. Вот, значит, помимо приспособлений для плавания, это, конечно, приспособления для тенниса. Когда был в Лондоне, не помню, в 13-м или в 14-м, по-моему, в 13-м году, ну как для лаун-тенниса не купить фирменные приспособления, они там ходили по магазинам, и помимо там шикарных костюмов, в черно-белую клетку, и помимо всяких цилиндров и шляп, они, значит, купили теннисную ракетку и теннисные туфли. Тоже не сохранилось. Теперь танцы. Прокофьев и танцы перенесла из раздела спортивность Прокофьева, потому что, ну, просто некуда было уже туда пихать. Очень много там всего. Значит, были ли какие-то приспособления для танцев у Сергея Сергеевича, были ли какие-то специальные танцевальные туфли, специальные костюмы? Это тоже вопрос, потому что танцы, как ни странно, хотя он танцевал, отвратительно, сейчас почитаю про это, вот, танцы сопровождали его на протяжении всей жизни. Ну, да, значит, последний билет пригласительный на танцы, это уже роман с Мирой Александровной, то есть это уже после лета 38-го года. То есть, ему уже, в общем, прилично, да, ему под 50. Это при том, что танцевать он так не научился. Ну, вот бывает такое. Оставила в стороне Прокофьев и автомобили очень известная тема, потому что, ну, все-таки не гениальным был водителем, это мягко говоря. Но, как сказать, фанатичным, но не гениальным. И то же самое Прокофьев и танцы. Значит, здесь устраивались, в Питерской консерватории устраивались костюмированные балы. Здесь он подробно описывает, с кем он танцевал, и как, и что. Значит, потом поехал за границу, за границей, я уже рассказывала, в Голливуде, вот, тоже устраивались костюмированные балы. Естественно, и костюмированные балы, костюмированные собрания, и там тоже были танцы, причем это были совершенно другие танцы. Естественно, вот эти модные американские танцы, и тоже были курсы, на которых обучали танцевать. Неизвестно, посещал ли он такие курсы, хотя танцами интересовался. И, наконец, когда он уже сюда вернулся, поскольку все дневники автобиографии, они уже измусолены, взяла воспоминания других людей. Например, Наталья Сац. Как известно, Наталья Сац, это Петя Волк. Спасибо ей большое. Если бы она тогда ее не заказала, мы бы сейчас не имели Петю Волка. По рейтингу Петя Волк самое известное сочинение Сергея Сергеевича. Просто самое. Никакие там танцы рыцарей, марши, ну, может быть, марш из трех апельсинов. Может соперничать. Значит, и вот она вспоминает Наталья Ильинична. Красивая, элегантная Лина Ивановна грациозно танцевала. А Сергей Сергеевич, начав танцевать, терял половину своего авторитета. И вот мы с ним решили брать частные уроки танцев. Ко мне домой стали приходить Костя Карельских с партнершей и учить нас. Когда партнерша брала Сергея Сергеевича, а Костя вел танец, танец был на что-то похож. Но как только я начинала танцевать с Сергеем Сергеевичем, все останавливалось. В чем дело, спрашивал Костя. А в том, отвечала я, что Прокофьев двумя ногами встал на мою левую ногу и видимо забыл об этом. Под общий хохот мы двигались дальше. Но поразительно Сергей Сергеевич танцевал не в такт. И это, кстати, замечают многие мемуаристы. Мемуарист Ки. Действительно, он не мог попасть так. Никто же не поверит, что ты и есть Прокофьев, корила я его. Ты неритмичный человек. С ангельской кротостью Сергей Сергеевич отвечал. Добавь, неритмичный в танцах, а не вообще. И не теряй надежды на мое исправление здесь. Костя Карельских и его партнерша через пять уроков от нас сбежали, несмотря на то, что мы за ними всемирно ухаживали. И это у нас, я так думаю, когда была кульминация их общения, а они познакомились в 1935-м, это был 1936-й, а в 1937-м Наталью Сац посадили, как известно. Вот она довольно долго пробыла в ссылке в отсидке. Соответственно, я думаю, что это был 1936-й год, а 1940-й год – это триумфальная премьера Ромео Джульетты, и там Уланова. И Уланова, конечно, оставила свои воспоминания о том, что когда поставлена была в Кировском театре, и в мае была декада Кировского театра, в мае 1940-го года, была декада Кировского театра в Москве, и вот тут Сергей Сергеевич присутствовал на представлении и пригласил Галину Сергеевну на танец. И вот она ему говорит, Сергей Сергеевич, вы же танцуете неритмично. Он ей нет, Галя, я танцую сенкопами. Вот это, понимаете, вот это сохранилось. То есть наверняка, ну и 1938-й год, 1938-й год, 1939-й год, когда он, видимо, уже посещал какие-то там танцы с Мирой Александровной, и это вот такой последний подход его был, ну, можно пожалеть Мирой Александровной. Я не думаю, что его танцы, ну, как бы, стали лучше. Да, вот бывают, такие ритмичные люди бывают, которые ритмы, железные ритмы не могут попасть в такт. Вот, значит, хочу сказать на прощание, что ли, да, что Прокофьев, когда он переехал сюда, ну, нельзя вообще жизнь раскрашивать в черное и белое. Он, когда переезжал, он был искренне настроен здесь дожить остаток своей жизни. Но у него были несколько другие условия. И он, несмотря ни на что, все-таки был не уверен, что правительство, это была прямо правительственная такая идея, это был целый процесс, значит, сюда залучить композитора Прокофьева. Вот. Он был не уверен, что все его условия будут выполнены. Поэтому, хотя он все с собой возил, он перевез не все. Я сейчас покажу уникальный документ. Два таких документа есть в фондах Российского национального музея музыки. Один я показывала, по-моему, на первой лекции, или на второй, на какой-то из первых. Это отношения о нанцемских паспортах. А вот это вот документ уже посмертный. Это отношения Министерства культуры в Министерство иностранных дел. Понятно, что это черновик, оно с пометами. Видите, основной текст написан чернилами синими, а это пометы, значит, карандашные пометы, видимо, тех, кто его читал. Значит, содержание следующее. В личном сейфе покойного композитора Прокофьева, находящегося, находящимся в Нью-Йорке, хранится часть его личного архива, рукописи, письма, записные книжки. Эти материалы были временно оставлены Прокофьеву при переезде его в СССР в 1936 году. В связи с тем, что, вернувшись в СССР, Прокофьев больше не выезжал за границу, все материалы до сих пор находятся в сейфе. Эти материалы, связанные с деятельностью одного из самых выдающихся советских композиторов, представляют исключительно большую ценность и должны быть присоединены ко всему архиву Прокофьева, находящемуся в СССР. Министерство культуры обращается к вам, это то есть МИД, Министерство иностранных дел, с просьбой помочь получению указанных выше материалов. Это основной текст, а внизу всегда интересен вот этот вот апокрифический слой. Внизу написано ключ и обведено кружком. То есть ключ от сейфа надо было вот, ключ от сейфа надо было как-то достать. Понимаете? То есть мы, советская страна, мы ни перед чем не остановимся. И дальше. В случае, если этот архив не будет своевременно востребован из сейфа, он может попасть в руки американских дельцов и тогда безвозвратно будет утерян для советской музыкальной культуры. И дальше. В 1947 году, 30 апреля, Прокофьев перевел из своего авторского гонорара через ВОКС 200 долларов в уплату за сейф. То есть сейф еще вполне себе легитимен. Я так думаю, что это в 1953 году сразу начали заниматься этими документами. Надо сказать, что Прокофьев оставил в сейфе довольно много. Но что? Неизвестно. Я думаю, что это семейная тайна. то есть частично, да, там частично переписка, там дневник почти весь. Сейчас копии можно увидеть уже у нас по договоренности, но вообще дневник был там. Он очень долго не был доступен здесь русскоязычному читателю. Конечно, какая-то переписка, какие-то документы, безусловно, деньги. Значит, у Прокофьева был такой приятель Эфраим Готлиб. Он был профессиональный страховой агент, просвещенный любитель музыки. Они дружили, пока Прокофьев там жил. И вот этот человек был его представителем на Западе и отслеживал судьбу его гонораров за постановки. И, видимо, я думаю, что он был как-то причастен к этому сейфу, к отправляемым туда деньгам, к оплате этого сейфа. Значит, есть переписка. Вот. Она на английском языке, значит, можно почитать, и я думаю, что будет об этом подробнее. Но сам факт, что, значит, попадут в руки к американским дельцам, это вообще на этот сейф имели право никакие не советские дельцы, а имел право только семья Прокофьева. И, как я понимаю, после того, как Лина Ивановна выехала, это уже была середина 70-х, вторая половина 70-х, когда выезжали все. И вот ее выпустили, она выехала, и то, что было в этом сейфе, подлинные документы Прокофьева, это стало основой второго архива Прокофьева, а может, первого архива Прокофьева, архива, который Лина Ивановна, его первая супруга, организовала сначала в Лондоне, а теперь он находится в Америке. Вот, то есть, и благодаря этому мы имеем теперь два архива. Значит, архив отечественный, он более ранний, потому что его основы закладывали, я уже рассказывала, закладывали передачи самого композитора и его второй супруги, Мира Мендельсон Прокофьевой. А это, значит, архив, который начал работать где-то в начале 80-х, а то и попозже. Вот. Так что, никаким американским дельцам это не досталось, а досталось это семье. И я думаю, что в их семейных собраниях наверняка есть какие-то не только документы, но и предметы из тех, что я перечислила, и слава богу, что они там, потому что именно таким путем, в том числе энергетическим, передается память. То есть это вот там рулетка, которую держал в своих руках Прокофьев, не только же партитуры, да, это коробочка, это трость, на которую он опирался. И как-то это все по воздуху передается. И вот понятие дух, да, понятие дух для архивиста это совершенно не то, что там в стихах каких-нибудь барышень. Для архивиста это вполне конкретная штука. Дух – это то, что одушевляет. И вот эти предметы, которые мы видим, в экспозициях музейных, они, конечно, одушевлены их хозяевами. И именно поэтому, именно это придает им ценность, а не то, что там их какая-то цена, которую там, когда их продают на аукционах, значит, объявляют аукционисты. Нет, конечно. Это то, что это дыхание, гения, оно каким-то образом на нас тоже не сходит. Потому что мы за этим приходим. Иначе незачем ходить в музей. Все. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова